Артем Терминасян, он является управляющим директором компании Campus Property GBR. Добрый день, уважаемые посетители вебинара. Меня зовут Артем Терминасян, я нахожусь в Мюнхене, являюсь управляющим партнером фирмы Campus Property GBR. Мы фирма, которая занимается недвижимостью, поводом, спектром услуг, касающимся также аренды, покупки, управления недвижимостью, помощи при получении ипотеки. Соответственно, у нас есть, конечно, большие контакты и связи с нашими партнерами, которые помогают, что касается эмиграции в Германию. Мы также сейчас недавно открыли отделение Relocate, то есть мы сопровождаем людей из стран СНГ, скажем так, из русскоговорящих стран, и помогаем, сопровождаем их при переезде в Германию. Я обязательно тоже скажу, конечно, сегодня пару слов про эмиграцию, но, в принципе, тема моя на сегодняшний день – это инвестиции в недвижимость Мюнхена. Как четко, правильно рассчитать ваш доход, когда вы инвестируете в недвижимость Мюнхена на конкретных примерах, так как я решил, политика тоже моей фирмы, то, что мы, как правило, работаем на какой-то конкретике, на каких-то наших клиентов, которые когда-то вкладывались. Мы не очень, и на сегодняшний день, как обстоит ситуация, то есть мы не очень любим делать какие-то далекие прогнозы за 15-20 лет, потому что особенно в сегодняшнее время, что сложно что-либо предугадать. Но, в любом случае, я вам сегодня постараюсь, выделяя мне время кратко, но достаточно подробно, описать смысл и стратегию инвестиций в Мюнхенскую недвижимость, что, в принципе, многим людям будет интересно, многим людям будет интересно, которые потом будут собираться сюда переезжать и иметь, так называемый, пассивный доход. Давайте я вам расскажу на фоне конкретного примера и презентации. Сейчас я покажу, буду рассказывать по ней, и потом с удовольствием буду отвечать также на ваши вопросы. Все, Мария, видно, да, презентацию? Вот, в двух словах. Да-да, все в порядке. Все, в двух словах нашей фирме. У нас группа компаний состоит из Campus Property, IT Consulting, Consulting и медицины. То есть, как вы видите, у нас, в принципе, Consulting компания. Единственная часть нашей компании тоже медицинская. Сейчас она, к сожалению, из-за вот сложившейся ситуации не так сильно, да, не так сильно получается ее продвигать работать, потому что людям очень сложно просто приехать в Германию именно как туристам на лечение. Но остальные компании работают, то есть мы оказываем консалтинговые услуги, IT-консалтинговые услуги. Мы сейчас недавно делали для мюнхенского нашего BMW-приложения, для айфона, часть приложения. Вот Campus Property, моя компания, занимается конкретно жилой недвижимостью, то есть все, что связано с ней арендой, покупкой домов, квартир, участков. А нас мы уже в Мюнхене 13 лет, то есть я здесь 23 года нахожусь в Мюнхене, я здесь вырос. Сейчас организовали 13 лет компанию в 2009 году, и вот сейчас как бы растем. Локальная политика, что это значит? Я решил вот изначально, когда мы организовали, мы решили сильно не залезать, особенно что касается жилой недвижимости за пределы Мюнхена. Я считаю так, что я, повторюсь, здесь вырос, очень хорошо этот город знаю, поработал, правда, ввиду свои специфики. В Берлине был, в Баден-Баден не работал, в Штутгарте жил. Но потом опять-таки вернулся в Мюнхен. Соответственно, я знаю этот город очень хорошо, и что касается жилья, я очень хорошо что-то могу подсказать. 50 километров от Мюнхена я уже считаю, я не так хорошо разбираюсь, даже в пригородах этого города, чтобы кому-то что-то с уверенностью посоветовать, а тем более предложить кому-то инвестировать достаточно большие деньги, потому что у нас самая дорогая в Германии с отрывом, самая дорогая недвижимость. То же, что очень важно, мы торгуем в основном новыми проектами, новостройками, сотрудничаем со всеми застройщиками Мюнхена, которых на самом деле не так много. Здесь строят баварские фирмы в пятом-шестом поколении, которые здесь давно строят, ввиду опять-таки того, что мало участков, и участки очень дорогие под застрой. Соответственно, стоят очень больших денег, не каждый застройщик может себе это позволить. А тем более строят тоже многие застройщики не полностью на свои деньги, а берут кредиты у банков, так как налоговая ставка, ипотечная ставка сейчас немножко у нас подросла, но все равно она находится на очень-очень низком уровне. То есть мы сейчас говорим о ипотечных ставках в районе 2-2,5% фиксированных на 10-15 лет. Вот мы работаем так же, что очень важно, с мюнхенскими банками, то есть, соответственно, неважно, приехали вы сюда по иммиграции, или вы инвестируете сюда, вам в любом случае нужно счет в немецком банке открыть, чтобы завести сюда деньги, которые последовательно вам будут нужны для покупки или для каких-то бытовых трат. То есть сейчас, на самом деле, на сегодняшний момент открыть счет в немецком банке, мы работаем с Рафаизенбанком, Коммерцбанком, практически невозможно. Практически невозможно. То есть у нас очень много преград, очень много каких-то ограничений ввиду с санкциями, которые очень сильно усложняют, скажем так, жизнь нашим клиентам. Но вот для этого мы и есть. Мы используем наш опыт для того, чтобы людям помогать как-то эти вопросы решать. На самом мюнхене, да, мюнхен столица Баварии, третий по величине город Германии. К 40-му году очень большой идет прирост населения. Даже во время короны, хотя везде были оттоки в более маленькие города, потому что там было больше места, люди могли себе позволить более-большие квартиры, больше времени проводить дома. Сейчас корона как бы в принципе люди с этим... С одной стороны, кто-то говорит, она прошла. С другой стороны, мы считаем, что люди просто свыклись с ней, то есть научились как-то более-менее с ней жить и снова приезжают в города, потому что в городах у нас снова все открыто, то есть люди могут пользоваться инфраструктурой, удобствами большого города. Соответственно, снова пошел большой приток населения, который, может быть, в 2020-2021 году немножко спал, но он все равно был. К 40-му году у нас прогнозируется 1,8 миллиона, что мы догоним где-то Гамбург. То есть мы станем вторым. Опять-таки прогноз от ведомства статистики Германии, сбудется, не сбудется, не знаем, но до сих пор как бы их прогнозы были достаточно точными. Мы очень удобно располагаемся в Европе, да, это большой плюс Мюнхена, то есть от нас в самолете час до Парижа, час до Милана, час до... в любую сторону, да, час до Вены, на север Скандинавия, кому интересно, на машине у нас автобаны, да, наши известные немецкие, то есть вы сели на машину и там через буквально 4 часа уже где-то в Словении, в Хорватии, в Италии, на море. Да, если вам интересно, хотите в горы, сел на машину 40 минут и уже в Альпах от Мюнхена. Да, то есть в принципе его геолокация очень-очень грамотная, так сложилось, что она очень-очень грамотно находится. То же, что в последнее время стало немало важным, ввиду все-таки это нельзя отрицать, глобального потепления, у нас Альпы рядом с городом, и они создают свой микроклимат. То есть хочешь, не хочешь, но у нас нет вот этой дикой безумной жары, которая была в Европе, там, в районе, да, хотя доходила температура до чуть ли не 40 градусов, что там 35, да, скажем, что вот для той же там Германии или Северной Франции, насколько я знаю, или Австрии нетипично, да, то есть это не так часто бывает. Вот, у нас все равно температура остается, то есть более-менее терпимой, то есть больше 30 градусов у нас практически никогда не бывает. Это говорит даже о том, что у нас крайне не принято ставить кондиционеры, не потому, что скоро, да, одновременно поднимутся цены на электричество, да, и будет дороже, а просто потому, что нет такой дикой жары. Зимой, соответственно, тоже очень-очень приятный климат. Мы говорим о температурах в районе минус 5 максимум, да, то есть опять-таки, если кому-то хочется холода и снежка, то, пожалуйста, поехал в горы, через, там, повторюсь, 40 минут, максимум час, вот вы уже в горах, катаетесь на лыжах, там ваши минус, там, минус 10 уже есть. 8 DAX, да, что очень тоже важно для города, что очень сильно его спонсирует, это то, что в Мюнхене находятся 8 концернов, которые в топ-15 немецкого биржевого индекса входят. Это такие концерны, как Альянс, Сименс, Линде, это химический завод, Мюнхен Рюк, это тоже страховое большое общество, BMW, естественно, да, они находятся в Мюнхене, являются очень большими налогоплательщиками и плюс у них очень большое количество кадров, которые тоже в свое время получают хорошие зарплаты, платят налоги и хотят жить в хорошем жилье, могут себе, в принципе, много позволить. Безработица у нас самая низкая по Германии, в районе 3%, по Германии 6% у нас в районе 3%. Покупательная способность, тоже я график привел, у нас сейчас 138%, то есть если средний по Германии, это 100%, да, у нас 138%, как-то так, в Баварии самой 105%, то есть Бавария чуть-чуть выше среднего, вся Бавария, Мюнхен, соответственно, как его столица, имеет самое большое количество обеспеченных людей, повторюсь, из-за того, что здесь большое производство, большое количество хорошо оплачиваемых кадров, специалистов, соответственно, здесь достаточно высокие зарплаты. По недвижимости Мюнхена, у нас в 2021 году был опять новый рекорд поставлен, было сделано сделок, хотя это был год пандемии, тоже, да, не стоит забывать, у нас было проведено сделок на 12 миллиардов евро по недвижимости в Мюнхене, то есть опять снова был поставлен новый рекорд. В 2020 количестве продаж упали на 5%, опять ввиду того, что все-таки была пандемия, особенно это касалось начала года, люди не знали, что будет, как себя поведет рынок, смогут ли застройщики строить, получать свои стройматериалы, будут ли люди покупать, соответственно, будут ли опаздывать стройки, в связи с чем людям приходится дольше выплачивать ипотеку и так далее. То есть продажи на некоторое время встали, но год они догнали, но в среднем за год, конечно, количество упало на 5%. В 2021 году они снова поднялись, еще нет официальной статистики, ее высчитывают, но говорят, что в 2021 она снова, в принципе, почти догнала период до ковидной, и вот мы сейчас смотрим, что будет в 2022 году, тоже все очень ожидают, все встали, затаили дыхание ввиду вот происшествий, да, на Украине. Цена выросла на 12% в сравнении с 2021 годом. У нас, вот когда я на выставке бываю, 5-6 раз в год мы ездим на выставку, вот раньше ездили в Киев, сейчас там бываю в Москве, в России, в Казахстан, хотим поехать на выставку недвижимости. Каждый раз нам спрашивают, подходят, спрашивают, ну что, как у вас цены? Ну, когда у вас уже встанет, когда ваш пузырь уже лупит, когда все упадет, вот сколько не езжу, все тренд того, что растет и растет на 11-12% каждый год. В 2021 году это так же было, выросла недвижимость на 12%. Я не голословый, я вот чуть позже покажу вам конкретную презентацию одного из моих клиентов, насколько он, когда он зашел в сделку, что мы ему, в принципе, вот обещали на короткий срок, сколько он должен был бы заработать, сколько он заработал на самом деле, я вот чуть дальше покажу в презентации. Элитный сегмент догнал по количеству продаж докризисных, что это значит, да, это тоже достаточно важный показатель, это значит то, что покупают не только квартиры, как инвестицию, не только, чтобы под сдачу в аренду удалось получать пассивный доход удаленно, но и то, что элитка, то есть люди, как правило, покупают ее для себя, чтобы в ней жить, то есть люди снова как бы возвращаются в город, снова тратятся, потому что все-таки это тоже своего рода инвестиция, но когда мы говорим о там инвестициях элитных сегментов, мы говорим в минусе от 2 до 100 миллионов, это не столько инвестиция по цифрам, сколько это такая долгосрочная инвестиция, которую ты получаешь удовольствие от того, что ты там живешь, потому что квартиры дорожают, но не на 12, естественно, в год. Люди не боятся инвестировать снова в дорогое жилье. Низкопроцентные ставки на ипотеку, у нас были они до того, как сейчас Европейский Центральный Банк поднял все-таки ставку процентную, он ее поднял до 0,5%, это достаточно много, потому что еще недавно он был на нулях, и даже были негативные проценты, а сейчас он ее поднял до 0,5%, соответственно, банки финансируют уже людей где-то не как раньше меньше 1%, была ставка в обычном банке на обычную ипотеку, а сейчас вы получите ее в районе 2%. Тенденция тоже, тенденция идет вниз, то есть у нас оно поднялось даже в начале того, как где-то в апреле месяце банки очень сильно среагировали на ситуацию в Украине, на санкции, на Украине на санкции, и очень сильно подняли проценты по ипотеке, то есть мы говорили в районе 3%, то есть буквально в течение месяца взлетели, взлетели расходы по ипотеке, если ты хотел что-то приобрести, то есть очень много людей перестало финансироваться, рынок замер, сейчас это снова все в принципе, ну банки видят, что экономика дальше развивается, то есть инфляция у нас начала снова опускаться, я об этом тоже потом чуть позже скажу, то есть у нас в этом году, конечно, рекордная инфляция в районе 5-6%, сейчас она опустилась до в районе 4,5%, вот, тенденция тоже падает, но мы посмотрим, то есть очень сложно что-то предугадать, соответственно, банки на это отреагировали и достаточно сильно подняли проценты по ипотеке, сейчас они уже вот с 3% опустились на 2%, то есть снова стало, инвесторы снова стали с большей охотой тоже инвестировать в недвижимость. Да, последняя рынок недвижимости, вот появилась, попросите, вот появилась строчка рынок недвижимости, приближается к Парижу и Лондону, то есть что это значит, то что все-таки цены, да, раньше, когда у нас считалось, что Мюнхен это большая деревня, все-таки полтора миллиона, миллион шестьсот человек, не так много, ценник, нас уже не пугают ценами в районе 15-17 тысяч за квадратный метр, это то, с чем мы вот живем в более-менее элитном секторе или в недвижимости бизнес-класса и выше, да, то есть, а это цены, которые действительно уже в Париже и Лондоне можно что-то интересное тоже приобрести. Вот, давайте я вам, да, надеюсь, время позволит, я не очень буду сильно задерживать, на конкретном проекте, который наш клиент купил пять лет назад, покажу, что можно, в принципе, заработать на недвижимости Мюнхена и насколько это интересно, получать пассивный доход, что, в принципе, тоже важно при эмиграции, если вы хотите эмигрировать в Германию, показывайте немецким ведомствам, что у вас есть какие-то, да, что у вас заходит ежемесячная зарплата, ежемесячный или ежегодный даже доход, то, в принципе, это очень положительно может повлиять на получение ВНЖ и, соответственно, потом ПМЖ. Вот проект наш, повторюсь, наш клиент покупал, его еще на стадии котлована, пять лет назад, вот так вот он выглядит. Это квартира, прошу извините за качество фотографий, это просто я снимал квартиру по приему ее, да, то есть это фотография для акта приема квартиры у застройщика, да, то есть панорамные окна, паркет лежит, высокие достаточно потолки, вот такая вот у вас сантехника, то есть делают под ключ, вам единственное надо кухню будет поставить, вот такую кухню себе поставил, это терраска на крыше, даже есть свой небольшой спортзал, план квартиры, да, сейчас я вам покажу, то есть вы вот внизу в левом углу, если видите, вы входите, у вас вход, коридор, вся мышка видно, нет, коридор, направо туалет, здесь комнатка для стирмашины даже, потом большой зал, спальня, и вот если вошли, сразу вход в ванную, и можно дальше пройти в спальню. По размеру мы сейчас говорим 61 квадратный метр, эта квартира занимает. Вот, по квартире она стоит вот тогда 400 тысяч евро, 399 тысяч, то есть 6470 евро за квадратный метр. У вас всегда есть дополнительные расходы при покупке, в данном случае это у вас налог на приобретение недвижимости, 3,5%, вы его в Баварии, он самый низкий, вы его платите, в Баварии он самый низкий, имею в виду, но платить его нужно всегда при покупке любой недвижимости. Потом нотариус берет 1,5% за сделку, в Баварии все сделки проходят, что касается недвижимости, через нотариуса, а нотариус является госслужащим. И мы, риэлторы, берем 3% плюс НДС, 3,57% это тоже по Баварии, стандартная ставка, и в общем у вас всего получается 34 тысячи дополнительных, соответственно, квартира плюс дополнительный расход у вас 434 тысяча 170 евро, что составляет при данном метраже в 61 метр 80 сантиметров 7 тысяч 25 евро за квадратный метр. Да, вот чтобы вы понимали, эта квартира была приобретена моим клиентом 5 лет назад, давайте я вам еще раз коротко покажу этот дом, и для сравнения вот этот дом, есть сайт, называется Immobilien Scout, это самый наш главный сайт, я вам сейчас его покажу, вот если вы видите надпись, это самый главный сайт по немецкой недвижимости, то есть это открытый, грубо говоря, это открытый портал по недвижимости, на котором практически все риэлторы, наши застройщики выставляют свои, ну и участники выставляют свои объекты в продажу. Вот если вы посмотрите, я открою эту ссылочку, она свежая, видно сейчас, смотри, экран другой, Airbox появился, сейчас покажу, так вот, вот, да, вот ссылка, вот этот сайт, чтобы вы понимали, то есть это актуальное, актуальное объявление, вот оно, это квартира, даже по фотографии вы можете посмотреть, что это этот же дом, этот же план, вот так же она похоже выглядит, то есть это в этом же проекте квартира, на сегодняшний день, то есть через 5 лет, эта квартира у нас стоит, 1 миллион 180 тысяч, выложена она была, месяц назад, 14.07.22, сейчас идут как раз продажи по этой квартире, вот она, да, соответственно, она сейчас стоит 13 тысяч евро за квадратный метр, вот, еще второй вариант, давайте я вам покажу, чтобы было тоже интересно для сравнения, это вот следующая квартира, тоже вот на нее нажимаю, вот, вот она миллиона 180 тысяч, вот эта квартира, тоже вот этот дом вы видите, квадратненький, она стоит 939 тысяч евро за 66 метров, тоже висит 17 июня, висит уже 2 месяца, она продается, соответственно, она есть, то есть это объявление есть, его можно открыть по этой ссылке, если вы потом посмотрите, я вам скину, то есть это реальные продажи на сегодняшний день, за сколько продаются эти квартиры в проекте, да, соответственно, сейчас я вам покажу, да, тогда я вам сейчас покажу просто расчет, да, то есть мы видим за 13 тысяч 500, она продается в этом доме квартиры, и за 14 тысяч 220 за квадратный метр, соответственно, я взял ту, которая подешевле, 13 500 за квадратный метр, мой клиент, как я вам говорил, с дополнительными расходами, купил ее за 7 тысяч за квадратный метр, соответственно, он за 5 лет заработал 6 тысяч 475 евро на квадратный метр, или другими словами, он заработал 92% прирост стоимости объекта за 5 лет или 18% в год, да, я вам говорил изначально 12% в год, то есть это достаточно очень интересный проект, есть, да, он его пока что продавать не собирается, он его еще поддержит пару лет, потом мы его продадим, но почти сейчас он практически уже удвоился, если исходить от того, за сколько эти квартиры продаются на сегодняшний день. Мне многие говорили, что вот, вы нашли интересный объект, на самом деле, такого роста быть не может, я сказал, давайте, конечно, хорошо, тогда я вам покажу еще один проект, вот, к примеру, это актуальный проект, который был построен 2 года назад, вру, простите, который был продан 2 года назад, построили его полгода назад, но мы вот покупали всегда, советую клиентам покупать на котлование, опять повторюсь, мы знаем очень хорошо новинкесских состройщиков, у нас есть допуск до пресейлов, так называемых, в которых можно действительно приобрести квартиры еще на стадии котлована, когда они максимально дешево стоят, и когда у вас максимально большой выбор, вот так это выглядела визуализация этого проекта, вот квартира 52 квадратных метра была приобретена клиентам за 500 тысяч евро, то есть почти 10 тысяч евро за квадрат, это были цены, о которых мы говорили, вот 2 года назад, это был наш ценник, то же самое, та же самая схема, то есть у вас налог на приобретение недвижимости 3,5%, 1,5% берет нотариус, мы, риэлторы, берем 3% плюс НДС, соответственно, эта квартира подорожала у вас на 42 тысячи евро, и в конце стало стоить 540 тысяч 678 евро, или 10 тысяч 343 евро за квадратный метр, дальше тоже смотрим, вот эта квартира, уже кто-то выложил ее в интернете, тоже нажмем на ссылочку, вот она есть, вот она появилась, 1199 тысяч за 89,94, она была выложена тоже, месяц назад она выложена, то есть она есть, сейчас ее тоже можно кликнуть, посмотреть, это не просто я сделал скриншот, а на самом деле это объявление есть в интернете, вот его можно посмотреть, соответственно, 13470 за квадратный метр, тоже можно посчитать, сейчас продаются 13470, мы купили их за 10343, соответственно, квартира за 2 года выросла на 3 тысячи евро, 127, 3 тысячи 127 евро за 2 года или за 30 процентов за 2 года, 15 процентов в год, вот это те реалии, о которых я говорю про Мюнхен, в принципе, чем он интересен для инвестиций, то есть вы можете сыграть в короткую, вы проинвестировали, продали быстро, у нас достаточно ликвидные проекты, то есть квартира продается в течение 2-3 месяцев, быстрее просто физически продать ее невозможно, да, или, соответственно, вы в долгую держите ее, там, 10 лет, даете в долгую аренду, арендаторы у вас руками отрывают, конечно, недвижимость, потому что у нас очень большое количество, повторяюсь, высокооплачиваемых специалистов, которые хотят жить в хороших объектах, которых интересует, на самом деле, да, хорошее, качественное, новое жилье, застройщики у нас достраивают, как правило, потому что все-таки, повторюсь, у нас не так много застройщиков, это баварские фирмы, фирмы, которые проверяют банки, потому что застройщики строят тоже не полностью на свои, и рисков тоже недостроя нет, почему? дает весь объект, как правило, началась стройка, уже там, три четверти проекта закончилась, коробку поставили, уже весь проект трон. То есть рисков вхождения в проект у вас, в принципе, тоже практически никаких. Вот, в принципе, да, вот, в принципе, вот такая была у меня презентация касательно недвижимости. Если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу, да, что касается инвестиций, чем смогу, помогу, конечно, тоже касательно на иммиграции. Да, Артем, есть параллельно несколько вопросов. В принципе, часть вы уже закрыли. То есть, обычно, какое текущее повышение процентных ставок влияет на рынок недвижимости? То есть, как это влияет вот именно на продажи? Смотрите, у нас в данном случае, да, клиент, вот процентуальный, что я показывал, процент, это он полностью купил все на свои деньги, да, то есть, естественно, если вы используете кредитное плечо, у вас доходность на свои вложенные деньги поднимается, 50 на 50, если вы купили, у вас доходность почти в два раза повышается, если мы говорим о очень низком проценте, просто, да, если мы говорили об одном или о двух процентах годовых. Вот. Многие немцы покупают по, не знаю, 90 процентов финансируют, да, то есть, местные финансируют, конечно, на много меньшей части собственного капитала, и когда ты берешь такие большие суммы, да, говорим, если мы говорим уже, там, грубо говоря, квартира в миллион, и ты берешь 900 тысяч в кредит у банка, уже разница под 1 процент ты их берешь, то есть, ты должен под 9 тысяч выплачивать, или под 2, 18, ты ему должен выплачивать. Это уже все-таки чувствительно становится, вот, поэтому оно влияет на продажи для тех, кто вот именно финансирует на, впритык, скажем так, да, но ввиду того, что иностранцев, как правило, финансируют только при 50 процентах собственного капитала, да, то очень сильная разница в процентах для именно для иностранцев она большой роли не играет. А вот еще вопрос, как можно оформить вид, вид, на вид жительства получается в Германии, купив недвижимость, то есть вид на жительство, как можно оформить. Оно не связано, к сожалению, Германия очень богатая страна, немцы говорят, что вот вы купили недвижимость, ставите ее в аренду, платите там какие-то копейки налогов, причем налоги эти можно убрать практически в ноль при помощи там амортизации, если что интересно, кому-то могут обратиться, ко мне я с удовольствием скажу, как это делается. Да, соответственно, немцы говорят, мы ничего от этого не получаем, от вашей покупки, от вашей инвестиции, поэтому нет. Единственное, что это может сыграть большим плюсом в том, что вы подаете на вид на жительство по какой-либо другой программе и говорите, вот смотрите, меня интересует Германия, потому что я там приобрел квартиру за 600 тысяч евро, я готов туда переехать, у меня есть жилье и так далее. То есть это может сыграть таким, ну не ключевую роль, но это может быть в хорошем подспорье. Ну, одним из факторов, да, который будут рассматривать, но в принципе получается, что это не входит в программу на вид на жительство, да. Да, я поняла. Еще говорят, допустим, инфляции, ну допустим, какие там, опять же, прогнозы на инфляцию и в недвижимость, ну в принципе, вы все это уже сказали, но тем не менее. Я говорю, что вы хотите еще больше подстегивать, немцы просто такой народ, они очень аккуратные, они не инвести, очень мало, скажем так, относительно, да, англоязычных каких-то рынков, где любят инвестировать в акции, в криптовалюту, да, в основном немцы все, исторически так сложилось, инвестируют в недвижимость. Соответственно, это дало еще раз, да, такой подстег людям, что, инфляция, деньги теряют свою, да, теряют свою силу, соответственно, нужно их куда-то вкладывать, немцы несут в первую очередь это вкладывать в недвижимость, да, что тоже влияет на цену. Ну да, понятно, то есть это именно специфика этой страны, но я сейчас еще, если будут задавать вопросы, мы тогда, соответственно, будем вам в конце степени надо отвечать. Спасибо огромное, очень была познавательная презентация, все понятно, то есть вопросы мы будем задавать. спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok